Если вкратце, то Макс тоже большой молодец. Кто-нибудь вообще слышал про семинар Тони Робинсона в Олимпийском? Ну вот, собственно, Макс участвовал в том, что он собирал олимпийский на Тони Робинсона. Также, соответственно, Макс продвигал канады, собирал там Тони Робинсона олимпийский, соответственно, продвигал концерты артистов Blackstar. Да, в общем, он сам, на самом деле, расскажет, чем он занимается. Давайте поаплодируем Максим Беловосов. Макс, товарищи. Спасибо. Могу ли я договориться с вами, что я буду с вами как ты? Как будто бы я с каждым из вас вот это. Можно? Когда мне было 13 лет, я в первых подрался. И как это произошло? Мы шли с двумя друзьями после школы. И кто-то из них, он был меньше меня по росту, он начал кричать каким-то хулиганам, ну, какие-то шутки. Ну, задиратели. И на следующий день эти хулиганы пришли в школу. Оказалось, что они там учатся просто в старшем классе. К нам пришли. И подошли к этому Артуру и Глебу, моим друзьям. Их нам вот так вот за шкерняк взяли. Вот так вот к стенке прилепили. Ну, и практически начали их избивать. Я все это увидел. Тогда был ухленький маленький мальчик. Я подхожу и говорю, что случилось? Они говорят, вот эти ребята над нами смеялись. И я тогда сказал, они не виноваты. Это я сказал. Их отпустили, потому что один был танцом. Он не умел драться. Второй тоже там, как бы, особо ничем такими не занимался. Да и я тоже. Но я вступился за ребят. И нашему классу назначили стрелку. Соответственно, пятый класс, мне 13 лет. Ну, у нас там, соответственно, с пятого по седьмой был промежуток. То есть я потом по четырнадцать лет попал уже в седьмой класс сразу. В общем, в нашем пятом классе у старшеклассники назначили стрелку. И когда я пришел в класс, был тогда пятый урок. И говорю, ребята, нам назначили стрелку. Нам нужно отстоять часть класса. У всех вдруг появились какие-то дела. У кого-то мама попросила за хлебом сходить. У кого-то какой-то кружок рисования тут появился. И я пошел один. И тогда мы, нас тогда отвели, точнее меня отвели за школу. Там был такой вот, как назвать, я даже не знаю правильно. Ну, заброшка, мы это назвали заброшка, да. И против меня вывели самого такого, типа, накачанного чувака из седьмого класса. Мы начали драться. Я тогда занимался дзюдо. Я его вот так вот через педероги донул. На землю положил. И все кричат, давай до первой крови. Я его, значит, беру за голову. Ступаю об асфальт. Там бетонная была этот настил. У него идет кровь. Ему начинают кидать, знаете, розочка такая. Когда бутылку разбивают, чтобы у меня тоже как-то это. Я говорю, ребят, ребят, стопе. Чтобы первая кровь была. Как бы, ну, я выбил. А я говорю, да, окей, хорошо. На следующий день я прихожу в школу, и я звезда школы. Ну, то есть все со мной начинают там, аааа, это же тот чувак, который побил этого старшеклассника. А почему я это все рассказываю? У меня презентация называется «Борьба за внимание». И каждый из вас, ты, 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 вы боретесь за внимание. За внимание своих друзей, коллег, подписчиков, да? И с того, с того момента я понял, что за внимание нужно бороться. И это не специально, конечно, я это сделал, но у меня начало это откладываться. Потом я создал свою первую музыкальную группу. У меня была мечта собрать Олимпийский. Вот, как бы у любого музыканта. И моя мечта сбылась. Только не я собрал Олимпийский, а Тони Робинс собрал Олимпийский, да? Которым я помогал это сделать в течение двух лет. Но мы это сделали с командой. Сегодня я хочу вам дать те инструменты, которые позволят тебе увеличить свой средний человек за счет личного бренда. Но чтобы сформировать свой личный бренд, тебе, сидящему здесь в зале, нужно понять основные принципы, что такое личный бренд. Чтобы больше ты мне доверял, я приведу кейсы, с кем я работал. Тони Робинс Олимпийский, Тони Робинс за рубежом покатался по всему миру за последние два года. Я работал в Сингапуре, в Майами, в Нью-Йорке, в Австралии, в Амстердаме, в Лондоне две раза. Экард Толли, Петрополь Сити Холл на 6 тысяч человек за полгода собрали. А я, чтобы Дином два года директор по маркетингу у него был. То есть все, что было с первого концентрата, это я делал. Артисты Бэкстар, мы собирали десятитысячные концерты с командой. Кто-нибудь слышал Бэкстар? Я думаю, все слышали. Рислав Гондабас. Наш проект с партнерами Миллор, это автодухи. В тачку, если вы на такси ездите, вы, как правило, складываетесь с нашим продуктом. Мы эту компанию создали с нуля, продали ее, сейчас в нее вложено порядка миллиона долларов. Но мы ее сделали с нуля полностью. С партнером, с Владимиром из Красноярска. Итак, что же может вам дать личный бренд? Вообще, что такое личный бренд? На основе моей истории, которую я вначале рассказал. Личный бренд – это эссенция, фраза, которую вас называют другие люди. Либо ваш продукт, либо ваш бизнес. Кто-нибудь знает приложение GetContact? Это как вас записывают другие люди в телефоне. И если вас люди записывают как Серега Пухович, то это ваш личный бренд. Если там будет написано Елена Бугалти – это ваш личный бренд. Понятно, да? То есть это называется эссенция. То есть все-все-все-все, что люди о вас понимают, они упаковывают в одну фразу. Либо в одно слово. Соответственно, как сформировать правильно эту фразу так, чтобы она была вам в плюсах или в минусах? Смотрите, здесь я привожу пример того, насколько важно личный бренд иметь и как он влияет на цену. У кого кроссовки Nike? Ну, или, может быть, вы знаете эти кроссовки, да? Ну, вы же в курсе, что они стоят пять тысяч рублей, да? При этом эти кроссовки, иные кроссовки, собираются на заводах в Китае и еще где-нибудь. И, по сути, себестоимость этих кроссовок – двадцать долларов. Да? Но почему вы покупаете эти кроссовки за пять тысяч рублей? По сути, вы покупаете не кроссовки. Вы покупаете что-то большее. Историю, ассоциацию, историю бренда. Надпамочную стоимость это называется. Тоже самая история с логотипом из студии Артеми Лебедева. У него это стоит от ста тысяч рублей, а у вас, если вы занимаетесь дизайном логотипом, это может стоить пятнадцать тысяч. И вы думаете, почему? Ведь, по сути, я могу сделать лучше? Конечно, можешь. Но цена зависит не от того, что ты делаешь, а как. Айфон. У кого айфон? Ну, у всех айфон, у большинства. Ведь себестоимость вот этого железяки, которые собираются на том же самом заводе, на котором собираются и Xiaomi, и Samsung. Себестоимость в пять раз дешевле. Но вы переплачиваете за как раз таки вот эту историю бренда. Понятно? Вот смысл. Вот зачем это нужно? Наличие бренда, запишите, дает отмавочную стоимость. Если у вас свой бизнес, если вы хотите развивать свой личный бренд, продавать какие-то услуги, личный бренд вам позволит больше зарабатывать. Сейчас идет эра человек к человеку. Закончилось то время, когда вы обращались в компанию, и вы работали с компанией. Вы сейчас работаете с человеком. Олег Тинькофф и Лук Маск. Это все люди, за которыми уже стоят компании. Тинькофф Банк, Тинькофф Инвестиции, еще какие-то компании. Вы смотрите на этих людей, и вы ассоциируете этого человека, этой личности с его бизнесом. То же самое люди делают с вами, когда заходят в ваш инстаграм. У кого есть инстаграм? Вот честно, давайте. У всех. Вы же ведете свой инстаграм, да? Но вы никогда не задумывались, или очень редко задумывались о том, что люди думают о вас, когда заходят на вашу страницу в инстаграм. Очень важный момент, что... Вот давайте вспомним, эссенция бренда, да? Ребят, запишите себе сейчас, пожалуйста, задание, которое вы должны сделать сегодня. Вы будете разбиваться на группы. Вот сделайте это, и у вас будет озарение, я вот готов на концерт поспорить. Возьмите, покажите свой инстаграм трех-пяти людям и спросите, Ребят, а как вы можете описать мой инстаграм одним словом? Или одной фразой? Емкой фразой. И вы очень удивитесь, когда вы, показывая им свой инстаграм личный, либо рабочий, либо клиента, услышите такие фразы, как Ни хрена непонятно, куда я попал, мне непонятно, что мне предлагается. Вот это обратная связь на ваш личный бренд и на то, что вы делаете в социальных сетях. Слушай, а у меня вопрос, может быть, быстро и попробуем, потому что люди что-то сидят, сидят. Давай, давай, конечно. Ребят, можете, пожалуйста, все встать, разбейтесь по два человека. Лучше по три, по три. Да, давайте по три, по троекам прямо сейчас разбейтесь, откройте им стул. И покажите своему соседу и спроси, о чем ты думаешь, у соседа. Просто так и спроси, о чем ты думаешь. У вас больше 5-3 минуты. Время пошло. Видео за это. Только честная, честная и обратная связь. Время пошло. В общем, я любила инстаграм, я знала по личному бренду, я проходила курсы по личному бренду. И, в принципе, я думала, что у меня понятные тексты про то, что я художник, что я веду арт-вечеринки. Но парень, которому я давал инстаграм свой, сказал, что понятно во мне только то, что я люблю всякие движухи. И вообще про арт-вечеринки он ничего не понял. Про художественную часть тоже для меня это удивительно. И для меня еще и сайт является то, что я, смотря инстаграм другого человека, тоже самое поняла, что ничего не понятно. Что вроде человек интересный. И потом, если где-то самусть будет копать, в конце со мной зашут меня. Спасибо. Очень важный момент, что с упаковки вашего инстаграма, по сути инстаграма, это ваша визитка 21 века. Вашего бизнеса и вас. Человек запоминает только три факта. Да, инстаграм. Соответственно, вы должны сейчас записать у себя в тетради, пока я буду рассказывать, три факта о вас или о вашем бизнесе, которые вы хотите транслировать людям. Это три факта максимум. Эти факты должны быть цифры, факты, какая-то конкретика. То есть не вода. То есть не так, что я самый лучший маркетолог. Это ничего не говорит другим людям. Я работал с теми, с теми, с теми, уже говорит. Если вы пишете, я самый лучший маркетолог, опять же, людям это ничего не говорит. Если вы говорите, я могу перевести ваш бизнес, 157 заявок за три недели по 357 рублей, это уже конкретика. Понятно задание? Сделайте сегодня, пожалуйста. Дальше. Что личный тренд дал мне? Я рекламой и маркетингом занимаюсь уже 8 лет. И кто занимался маркетингом поймут меня, когда у вас куча клиентов по 15 тысяч рублей, и вы вроде хотите нормально зарабатывать, но средний человек маленький, клиенты большие не приходят, вы зашиваетесь, и вот это проблема. И личный вариант мне позволил выйти из этой проблемы так. То есть просто я накопил себе миллионы рублей с предыдущих проектов и вбухал их в Инстаграм, в Фейсбук, Вконтакте, в Телеграм, в Ютюбе. Три месяца было тишины. Я думаю, господи, я много аудио 7 купить. Куда я деньги просто слил? И через три месяца у меня начинается следующая ситуация. Начинают писать директ. Типа, Макс, давай мы работаем вместе. Начинают спрашивать советы, начинают задавать вопросы, начинают комментировать. И за полгода я отбил вложения 4-5 раз. Кто боится инвестирует в личный бренд, я вам всем советую это сделать. Потому что через 3-5 лет любой бизнес, и все уже будут в Ютюбе и в Инстаграм. Уже, на самом деле, там покровый океан. Там гигантская конкуренция, и через нее пробиться практически нереально. То есть, маркетологов в Инстаграме, которые умеют что-то делать, десятки тысяч уже. Я думаю, что вы видели такие Инстаграмы, где вроде бы полезный контент, вроде бы все нормально. Вопрос? Попозже. Но при этом... Задача, правда, обещаю. Но при этом не цепляем. Вот есть такое понятие, как не цепляем. Понимаете, что я говорю? Вроде бы все нормально, но нифига не цепляем. То есть, что-то вот не то. К примеру Азиазу Шамутину. Это многие его знают. Не потому что я с ним работал, а потому что меня на самом деле очень удивило, когда он искал инвестиции в свой бизнес с новым поковоркингом. Я думаю, что многие слышали об этом. Он эти инвестиции собрал с подписчиков. То есть 100 миллионов рублей чувак собрал просто со своих подписчиков. Понимаете? Настолько сильно может влиять личность, личный бренд для людей на ваших подписчиков. Как это происходит? Вот, скажем, чтобы вы мне доверяли, вот, скажем, ты в зале сидишь, чтобы ты мне доверял, мне нужно с тобой пообщаться, ну, три раза, ну, пять, там, встретиться, не знаю, там, куда-то сходиться, не знаю, что-то совместно сделать. То есть произвести с тобой семь касаний, предположим. Если ты ведешь Инстаграм, я веду Инстаграм, и ты на него подписан, вот, каждый из вас, то эти касания происходят автоматом. То есть вы смотрите мои сторис, вы смотрите мои посты. В каждом посте вы вычленяете какую-то информацию обо мне и закрываете какие-то возражения. Предположим, я выложил сторис, что я прилетел в Шотландию. Вы такие, о, чувак путешествует, есть деньги. Я выложил сторис, предположим, с Аязом Шабудиновым. О, чувак с ним работал, видимо, круто делает. Понимаете, то есть каждое касание, минимальное даже, оно у человека, у вашего потенциального клиента добавляет галочку. Да, я ему доверяю, да, он мне нравится, да, я хочу с ним работать. Это очень важный момент, что все, что вы волните в мир, из ваших социальных сетей, люди смотрят и оценивают. Если вы себя выложили в трусанку в Instagram, сказали, вот я тут на пляже, задайте себе вопросом, а какая цель этого поста? Если цель показать ваш пресс, там, хорошую форму, да, там, тело, то окей, но как дает ли это? Или какое возражение закрывает вашим потенциальным клиентам? Либо какую пользу это дает вашим подписчикам? Что важно в личном бренде? Значит, первое задание, которое я вам давал, это эссенция бренда, то есть та фраза, которая вас описывает, как человека, как бизнес. Второе, три факта о вашем бизнесе, либо о вас как о личности. Третье, вы должны выделяться, то есть у вас должна быть какая-то изюминка. Я, предположим, в своем Instagram матерюсь. Может быть, для кого-то не новость, но я это делаю. Я поднимаю острые социальные темы, потому что они действительно меня волнуют. Я вот в Минске выступал на 1200 человек, и там половина зала меня ненавидела после выступления, половина зала меня любила, потому что я поднимал реально такие очень острые темы. Вы, по крайней мере, меня запомнили. Понимаете? И, соответственно, мы подходим к моменту, когда нам нужно понять, чем нам выделиться. То есть чем мы можем дифференцировать себя и свой бизнес от конкурентов. Следующее задание, которое я сейчас даю, напишите отличительную черту вас и вашего бизнеса. Почему люди должны идти к вам? Почему они должны с вами знакомиться? Почему они должны на вас подписаться? Что у вас такого? А при этом помните, что все вы уникальны. У каждого из вас есть какая-то уникальная черта, какой-то факт о вас. Даже если вы, не дай бог, побывали в коме два года, там лежали в коме, это факт. Это интересный факт для людей. Вы умеете танцевать балет, это факт. Я не знаю, там, вы посетили 30 стран, это факт. Потому что не все посещали 30 стран. Выпишите сейчас факт о себе либо о вашем бизнесе, важный для вас, который вас выделяет именно. Не просто факт о бизнесе, именно выделяет вас. Задание понятно, ребята? Или непонятно? Понятно всем? Какой-то интересный факт о вас и о вашем бизнесе, который вас выделяет. То есть что-то необычное. Попробуйте проанализировать историю своей жизни или истории жизни вашего бизнеса. Может быть, есть какой-то интересный факт о вашем бизнесе, типа, я не знаю, за год 500 клиентов сказали, что мы плохие. Это тоже факт. И мы улучшаемся, мы стараемся быть лучше. Знаете, есть такая рекламная машина, известная там, Мерседес какой-то, маленькая машина, и по Ауди, не, не Ауди, а какая-то там, спорт, где они играют, типа, вот Мерседес вы первые, а мы вторые, мы больше не стараемся. Это тоже факт, это интересно. И, по сути, то, что вы сейчас напишете, именно отталкиваясь от этого, вы будете формировать упаковку вашего личного бренда. Это фиг, стиль, дизайн, логотип, позиционирование. И так, ребята, минута закончилась, давайте начинать. Кто из тебя что-то написал? Давайте поднимите руку, кто закончил. Так, ну, я, кто хочет сказать, давайте, я, наверное, буду хаотично выбирать очень много. Вот человек и, да, вот ты. Что? Напишите, скажи что-нибудь. Блин, давайте выходить с микрофоном и спрашивать, как будет быстрее. Да, скажи, что вы там интересные вещи написали. Спасибо. Я разработал маркетинговую стратегию компании Bosch, вы ее направление в прибыль. Конкретнее. Прибыль что означает? Ну, то есть, получается, у них был минус по направлению, соответственно, мы сделали с помощью маркетинга и стратегии, которые они внедрили, и они внедрили в плюс в данном направлении. Ну, в плюс это сколько? 303 до кончиков. Вот так у нас получилось. Давайте похлопаем и сразу смотрите на какую комнату, выходи в стойке, там у нас сегодня книги, иди бесплатно забирай книгу. Так, только я там сделаю прямо сейчас. Да, давайте дальше. Меня зовут Султан, я занимаюсь юридической помощью призывникам по моим действиям. Я сам поучил вооритетную службу, я юрист по образованию, и начал помогать другим. За годы работы, за несколько лет помог более сотни ребят, при работе со мной забрали только за рубашку. Только одна рубашка забрали, и это очень удобно. У нас, конечно, реклама немножко запрещена, но тем не менее все равно красавчик. Давайте поклопаем. Только просьба, не надо сильно рекламировать свои услуги, продавать. Возьмите книжку бесплатно тоже. Так, вот так человек, давай подойди сюда тоже, потому что я до тебя не даю просто. Давай только побыстрее. Друзья, всем привет, меня зовут Джон. Из интересных факторов за последний месяц привлек в свой проект 56 миллионов рублей. А еще тебя зовут Джон и уже достаточно. Иди возьми книгу, пожалуйста, это не сладкий. Так, давайте, кто дальше? Посетил за два года 17 стран, получил челлендж, объехал 9 стран за полтора месяца без денег и без языка. Занимаюсь продвижением на ютубе, заработал за последний год только числя прибыль более 40 миллионов рублей для своих клиентов с ютуба. Обучил заработку на ютубе более 300 человек и 27 лет не жила. Так, давайте поглопаем. Давайте поглопаем. Учим забираем все эти соревнования. Смотрите, как только вы определились, что предположим ваш x-factor, ваша сильная сторона это маркетинг, предположим. Первый этап развития вашего личного бренда это стать супер жесткой в узкой нише. Почему в узкой нише? Потому что, ну представьте, если я буду просто маркетологом, то мне нужно будет конкурировать с десятками тысяч маркетологов в России и в СНГ. То есть, чтобы мне выделиться среди этих 10 тысяч человек, нужно постараться и не только материться. Соответственно, что я могу сделать? Я могу отдифференцироваться от этих людей как? Я могу замешиваться, я могу сказать, я лучший маркетолог в продвижении мероприятий. А вот это уже не 10 тысяч конкурентов, это уже как максимум, я думаю, что конкурентов 50, а может даже меньше. Дальше я могу отдифференцироваться, сказать, я лучший по продвижению мероприятий в России уже еще меньше. Дальше, бизнес-мероприятий в России 10 конкурентов. Бизнес мероприятий в России с мероприятиями тысячи человек, три конкурента. Понимаете, к чему я веду? Ваша задача занешиваться и стать там лучшим. После того, как вы занешивались и стали там лучшим в вашей сфере, вы начинаете понемножку расширяться. То есть ты берешь и становишься лучше, скажем, в медицинских услугах, да, там, стоматолог, ты лучший стоматолог в Химках, да? После этого ты становишься самым лучшим стоматологом в Москве. После этого ты становишься самым лучшим стоматологом в России. А после этого ты выступаешь на первом канале с Малышевой и говоришь, что это офигенный доктор. То есть вы расширяете тематику с ростом стоматологии до всей сферы медицин. Понятная идея? То есть возьмем на примере Мария Солодарь. Многие ее знают? Как она с детства? Сначала она была крутая в автоворонках. Но в автоворонках только 15 тысяч человек, которые в это актуальны. Соответственно, там личный бренд особо не расключаешь. После этого что она делает? Она говорит, я разбираюсь в интернет-маркетинге. А интернет-маркетингом уже больше людей интересуются. После этого она что делает? Я эксперт в удаленной работе. Еще больше людей. После этого я эксперт по бизнесу по-женски. Еще больше людей. И сейчас у нее какая-то стезя. Я лайфблогер, который показывает, как я послужу. Понимаете? Смысл этих шагов. Но если она сразу себя объявила, что я лайфблогер, смотрите на меня, все-таки биктор. А здесь она постепенно шла к этому. Соответственно, она может себя позиционировать как эксперта, который достиг определенной вершины. И может путешествовать помимо, покупать какие-то атрибуты в торгой жизни. Это все постепенно делается. Проблема личного бряда. Кто знает, где он, как я, где он? Вот смотрите. Вот вы, значит, в пух или в свой инстаграм миллионных клиентов. Вот вас многие знают. И вдруг вы зашлоились. Ну, скажем, начали рекламировать ставки на спорт. Год рекламировали, два. И тут люди начинают вам писать, слушайте, что-то вы не такой крутой, как казалось, да? Все, и ваш личный бренд пошел вниз. Отместитесь с ним и ваш бизнес. Потому что люди ассоциируют вас, ваш личный бренд, ваши социальные сети, с вашим бизнесом, с вашим делом. Понимаете? Вот это опасность. Соответственно, если вы идете в эту историю, вы должны понимать, что каждый ваш шаг, он может либо положительно повлиять на развитие вашего бизнеса, вашего дела, либо отрицательно. Инвестиции в личный бренд. Итак, сколько туда нужно инвестировать и сколько что стоит? В среднем сейчас, чтобы набрать 100 тысяч аудиторий в инстаграм, по бизнес-неватике, нужно вложить примерно 700 тысяч рублей. Эти 700 тысяч рублей, если вы будете все правильно делать, окупятся вам примерно через полгода. Если вы хотите собрать 100 тысяч подписчиков в Ютубе, это будет стоить вам примерно 3-5 миллионов рублей. Это вам окупится в течение полугода. Соответственно, это инвестиции, которые вы можете окупить за полгода. И это факт, я сам через это прошел, я это на себе опробовал. Возвратность инвестиций идет за счет продажи рекламы, за счет коллапораций, за счет крупных клиентов, чеков. Соответственно, это очень крутая тема, которую я вам советую каждому сделать. Полезная литература. Запишите те книги, которые я вам советую прочитать, чтобы вы в этом хотя бы немножко разобрались. Первая книга – это Шугерман. Про триггеры. Вы должны разбираться в ментальных прыжках, которые вы должны использовать со своей потенциальной аудиторией, чтобы ее чем-то зацепить. Вторая книга – Наоми Клайн. Это американская журналистка, которая писала про развитие бренда в Крузе. Называется книга «Но лого». Нет логотипа. Но лого. Третья книга – Джефф Локер. Запуск. Вот эти две книги вам помогут разобраться в том, как позиционировать себя как личный бренд и как это продвигать, и как это демонтизировать. Один. Какая? Джефф Локер. Запуск. Вторая. Наоми Клайн. Но лого. Но лого. Нет логотипа. Первая книга. Шугерман. Третья. И последние пять минут я вам хочу рассказать про то, как я курил травку с Аязовым на пляже. Это правда. Я однажды, когда пришел на мероприятие Аязов-Шабутинова, я вот его увидел и говорю, я хочу с тобой работать, а все в голове так подумал, ты будешь моим клиентом. И он стал моим клиентом через примерно три месяца. Но мне нужно было пройти очень-очень много итераций, чтобы до него, так сказать, добраться, и мне пришлось даже ехать в Вьетнам лететь. В итоге я прилетаю в Вьетнам, у меня там была тусовка на две недели, и я за две недели за ним бегал. И в последний момент я подхожу к Аязову, говорят, слушай, ну, имей совесть, чувак, две недели, я за тобой бегаю. Давай все-таки обсудим общие дела. Он говорит, ладно, окей, давай, принеси мне там марихуану и выпить, мы тогда пойдем пообщаемся. В итоге мы садим же с ним на пляже, обсуждаем общий проект, и он мне спрашивает, Макса, что тебе нравится? Я говорю, мне нравится маркетинг и обучать людей. Он говорит, давай что-нибудь в этом учим. Тогда мы в Вьетнаме примерно три года назад обучили проект «Взлом Матрицы». Это проект, который я придумал, а я приложил к этому усилия, чтобы собрать людей и первых клиентов получить, да, вот в этом тренинге. Смысл этого тренинга в том, что я жил три недели с людьми в коттедже. Кто не жил в коттедже вообще? Там, не знаю, может, на год снимали. Вот представьте себе 14 предпринимателей, да? Он нашел в коттеджи. Вот 14 предпринимателей. Я еще пошутил, ставил здесь известную картину, которая похожа на то, что мы там делали. Вот я там сижу, и я в течение двух недель, в течение 14 дней объяснал людям, этим ребятам, все про маркетинг. Автор, ролики, контекстная реклама, для видео, личные фирмы, упаковка, сайты, вообще все. И за две недели, вот у них такая голова кухла, значит, вот этот первый поток, мы тут обсуждаем, вот там, я сижу, я сижу, тоже первый поток ребят отходки, это второй же поток, вот сертификат. Мы тогда сняли коттедж за год, с баней, с бильярдом, с рестораном, с различными поселительными программами, и самое главное, что мы там все достигли результата. И я вот сейчас не продаю, я рассказываю реальный факт того, что я сделал с Айазом тогда, и что я сейчас хочу продолжить с Сашей, потому что я на самом деле не являюсь членом клуба Пассионарии, но при этом, когда я приходил сюда и слушал, меня зарядила обстановка, и сейчас мы с Сашей работаем. А что ты сделал там с Айазом и коттеджем? Что ты хочешь повторить со мной? Я реально, я хочу повторить просто данный вид обучения, потому что я понял, что данный вид обучения, он самый лучший. Когда вы приходите на конференцию, скажем, концентрат сегодня идет, который я продвигал тоже, это три дня коттеджа. Вот что может с человеком произойти за три дня? Да ничего. Он послушает, запишет, уйдет, и все, и забудет. Когда вы две недели, живете со спикерами, вот так вот, вот-вот-вот, можете задать любой вопрос, вам дают каждый день задания. Какой шанс того, что вы сольетесь? Ноль. Вам некуда сливаться таблиц. Вам некуда просто идти. Какой шанс того, что вы не достигнете результата? Ноль, потому что рядом сидят чуваки, работают, а вы не достигаете результата, вам стыдно. Понимаете? Какой шанс того, что вы не получите обратно средство? Ноль, потому что я даже ночью поднимаюсь, у меня сайт в продвину. Можешь, пожалуйста, помочь? Я вообще там не спал. Но все 14 человек получили рост, как минимум, в 1х2. У меня эти ребята есть, можете им написать. Я говорю, да, может быть, мы сделаем революцию в обучении? Может быть, мы вот эту тему еще раз реализуем? И я вам сказал, почему нет? Кому было бы, в принципе, потенциально интересно в этом вот поучаствовать? В новогоднем празднике. Вот что вы делаете в новогоднем празднике? Оливье, пьянки, пулянки. То есть, по сути, все то же самое, что и делают и ваши конкуренты. Но представьте себе, 7 января, в течение 14 дней, вы прокачиваете свой бизнес. Сайт, упаковка, позиционирование, брендинг, трафик, там еще тут продажи, инвестиции. 14 гребаных дней. И когда вы 21 января возвращаетесь в бизнес, конкуренты только там оливье, вот так вот там убирают, а там сортах, а вы уже с новыми знаниями, с новыми силами рветесь в бой, зарабатываете большие деньги. Так вот, кому интересно? Я не настаиваю, я рекомендую. То есть, я не продаю, я рекомендую. Мне профиль будет, правда. Сколько там будет, потому что там, в принципе, 10 человек максимум, может уместиться. Нет. Нет, он охренеть, психологический чувак. Он очень умный, начитанный. Это просто образ. Это провокационный образ для привлечения внимания. Вот кузову взять. Кто знает кузову? Вы что думаете, а она реально какая-то тупая жизнь? Нет? Как тупой человек может столько денег зарабатывать? Это умный, расчетливый человек, который понимает, что российскому человеку, российскому народу. Нужно создать плову, который вот так вот будет бегать по сцене, который будет обливать водой на вечернем дуркате, который, не знаю, будет смеяться над тем, что он не умеет петь. Но при этом все вот это позволило ей быть ближе к народу. Каждая женщина из Пензы, из Самары, не знаю, там, из Ялты, она смотрит на нее, ассоциирует ее с собой. Думает, блин, если я тоже не умею петь, и она не умеет петь, так я могу стать такой же классной, как она, вот как это работает, понимаете? Соответственно, провокация. Еще раз, опять же, чем вы можете отличиться? Не надо бегать голыми по Красной площади. Это одна провокация, дальше вас просто закроют. Я говорю про что-то реально интересное. И с голыми фахия из 90-х. Возможно, да. То есть, скажем, что может послужить провокацией? Ты продаешь куртки, да? Предположим, ты закидываешь... Да. Предположим, ты на vc.ru. vc.ru – это портал, где можно написать любому статью. То есть, каждый из вас может написать там статью. Ты можешь разместить там кейс о том, что, скажем, твои куртки покупают, там, не знаю, там, звезды, да? И сфоткать, какие звезды купили твою куртку. А потом написать, что у половины из них потом, не знаю там, что-то случилось в жизни. Они вышли замуж, не знаю, там, женились. Предположим, я не знаю. То есть, нужна какая-то провокация, что-то интересное. И люди, читая это, вроде бы они читают про звезд, но у них в голове будет откладываться твоя куртка. Такой пример. Вот вы же все живете в Москве. Вы застали то время, когда айкосов еще не было. Вот у кого айкос? Я часто езжу по Европе. Вот в Европе там это уже было популярно. Я приезжаю сюда, и единственное место, где рекламировали айкос, это было Адриум. Где вот люди подходили, говорят, вы курите? А можно вопрос, а вы курите? Вот было такое вот, да? Вот так они продвигали айкос. Но через два, через три года вы все сидите с айкосами, понимаете? То есть, этим еще пользуются пропагандисты, которые пытаются в голову удолбить одну и ту же идею. Они продают ее постепенно. Другой пример. Бренд Uniqlo одежда. Когда Uniqlo заходил на рынок, то они выпустили всю рекламу в метро, и вот когда поднимаешься по эспеллатору, там все щипили Uniqlo. Это тоже провокация, по сути. У вас нет таких других? Я как пример просто привожу. Ты красивый, ты можешь просто фотки и у себя там. У нас появилась идея, так как боится. Ладно, ребят, мне тут говорят, сигнализируют, что я вышел из тайминга. Вам спасибо. Если будут вопросы, подходите ко мне. Я здесь буду, можете задать. Спасибо. Давайте поплотно, ребята. Еще буквально одну минуту, перед тем, как Алексей выступит, если у кого какие-то есть вопросы,